Вот, представляете, была бы у меня возможность свою иронию передать по телевидению. Я бы вам передавал. Но, к сожалению, я работаю там, у меня исключительно коммерческий проект, и моя ирония там никому не нужна. Ирония, кстати, не только моя, еще и моя супруга. Вместе мы смотрели недавно «Пятый канал». Два-три дня назад смотрели. Там наши музыкальные дивы и мужья, в смысле мужчины, сделали замечательную песенку. И для кого-то песенка была. Сейчас объясню. Эта песенка была для тех людей, у которых проблема. У детей маленькие проблемы, со здоровьем, естественно. Но в основном, как бы, проблема с чем возникает? Проблема возникает с онкологией, да? Вот. Я смотрел, жена моя смотрела, я объяснил ситуацию. Ребят, если у вас онкология, да, я вам все это дело продемонстрирую. В интернете посмотрите. Я вам продемонстрировал самые дешевые цены, самое качественное лечение. Сумма, ну, не более пяти миллионов рублей. Пять – это еще много. Я для себя сказал, ну, вот, полтора, может быть, два миллиона. Потом я не собираюсь своего сына там, пускай у него все будет хорошо. Все остальное должно быть другими методами воздействия. То есть, это максимальная сумма. Вот теперь смотрите дальше, да? Мы смотрели этот клип, и суммы на каждого из присутствующих в этом клипе были в пределах 30-50 миллионов рублей. Нормальненькие такие суммы, такие взрослые суммы, да? Боже, что мой, как мы все это делаем? Так вот, я сейчас объясняю ситуацию, да? Я сколько объяснил, да? Три миллиона – это максимум, ну, пять, максимум, все. Вот эти суммы, которые вы людям отдали, я бы рекомендовал всем собрать, построить себе нормальных три и качественных центра. Три центра больше не надо, потому что, ну, я, допустим, был в Индии, там сказали, что у них два онкологических, крутых онкологических центра. Один в Дели находится, другой в Бомбее. На два миллиарда человек. Нормально? У нас, к сожалению, население России не такое большое. Давайте три поставим, да? В Москве, в Новосибирске, в Владивостоке, да? Ну, чтобы было. Поставим там нормальные дома, в которых могут прожить там 10 тысяч человек. Больше не надо. То есть человек пришел, пожил спокойненько, получил обследование, лечение, все остальное, и потом поехал домой. Тоже особых проблем нет. Дома не таких денег-то и стоят, больших. И эта сумма уже есть, ребятки. Если вы кичитесь, что мы самые крутые, так надо это и делать. То есть все это делается, и сумма та есть. Если у вас нету нормальных специалистов. Ну, какие проблемы? Позвоните в Турцию, позвоните в Китай, позвоните в Индию. Возьмите там специалистов. Заплатите им нормальные деньги. Нормальные деньги, ну, сколько? Грубо говоря, там, 15 тысяч долларов в месяц. Да это будет и более, чем предостаточно. И человек начнет лечить, если вы своими специалистами ничего не можете делать. Ребятки, в очередной раз я вам говорю. Есть такая штука, вот здесь в голове находится. К сожалению, у меня там кое-что забрали. Но, тем не менее, это ваша голова. И головой вы должны думать. И не надо деньги собирать. Просто надо сделать то, где могут лечиться и дети, и взрослые, и старики в том числе. Продолжение следует...